всем привет вы слышите лёшу халецкого и это продолжение моей партии ффа на четверых если вы не смотрели начало то рекомендую перейти к первой серии ссылка на нее появляется в верхнем правом углу всем же остальным приятного просмотра смысл но остановите меня будет в углу египет так что сейчас выгодно то что я его собираю мне города быстро не станут потом а ты его уже забираешь прям но нет но он кликает быстрее так пойдем к мы задание тогда гэшик выполнять так я думаю духом вот он ухлечит вещь какой вармонгер китаец я тебе предупредил что чтобы ты убрал крест идешь дальше дойду я хочу помочь мая а ты хочешь его убить я за мир а ты за войну я голубь ты коршу ты роксана я бабаян блин не посмотрел где еще появились варвары так слушайте может еще вот к мрамору поставить городок то кстати сейчас бы карфаген через горы суши а с легионом я могу устроить дорогу за один ход получается то есть рабочий стоит и легион на одной клеточке и бахает дорога наверно не знаю я не пробовал месяц но подарили легион значит раньше вообще не проверялся ты как-то без задора ниндзя вот пытаешься натравить иди нападай на моя сожги его так не ты никак не вдохновишь никого такими речами тут на море не хочу ставить пуши тут поляка наверно на море города нет нельзя он по-разному рисует разные дороги суши ты не поверишь я тут столько колебался на тебя нападать или на мая на мая ли на тебя тут туда-сюда коляске водил к сожалению к сожалению к мая понимаешь нет сумма я просто тупо только с двух клеток можно обстрелить обстреливать текаль если нападу да а если я буду подводить колясками будут просто ну убивать после этот сплошные джунгли леса ну блин и и смысл блин мне на самом деле плохо у меня не размещен вот я то есть расселён так что на меня по и по идее может два двое человек нападать но сейчас уже в принципе только один вид и там часто этот вот как это ворота вот эти вот горные проходить только леса вот тогда я располагался в глины в итоге получилось так что я китайцы боялся это воевал с тобой ну как видишь китайцы ты все-таки правильно боялся лишь на кого-то хотел напасть но явно не на поляка у нас как у меня он хотел мне помочь ли си не явно боль на поляка напал только в том случае если он забрал египет остальные случаи меня устраивали лайки можно минут как-то через войну мир пройти три ремой ладно кстати что у нас тут с религией 11 городов отлично уже китайские и майянские лично можно уже не распространять думаю весь мир моей религии станет так Так, у меня нехватка рабочих явная. Продолжение следует... Ну, красота. Ну, я тут вроде. Что-то сотни к собой кинули. Все-таки построили петла. Кто, интересно... Наверное, Майя? Да. Майя не возился. Да, 15 кодов строил. Так. Блин, надо мечети покупать, я и забыл. Раз... Два... Три... Ай, пагода я где-то могу покупать. Ладно. Так... Оляк, можешь помочь? Я тебе попозже дам. Здесь. Ну, в смысле... Так... Рагуса счастлива. А, тут еще лучник какой-то. Блин. Вот и Китай первый по науке уже. Блин. Продолжение следует... 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 Буду захватывать то что могу Оляк, у меня щас арба, я тебе предлагаю пойти на Лёшу, забрать у него пару городов Ну пойдём Ну зачем? Ну ниндзя Ну у него арба И что? Лучше давай мы с тобой вдвоём против него воевать, ты ж пойми что он арбой как раз отъестся и нормально ему будет Смысль в чьё от емси я готов на дать египетский Давай так, весел на меня нападет, ты и с ним воюешь, ну не так типа войну объявил Я на тебя нападать не хочу Я тебя забрал уже Я тебе объясню, я сейчас веселой войну увижусь ты и сильнад стану Не, ну понимаешь, я один воевать не буду, если буду один воевать, так это бред вообще по-моему Как я ему что там сделан такое расстояние В смысле развиваться и давать ему развиваться, он больше развиваться Не, если вы будете вдвоём со мной воевать, я чисто против тебя буду воевать Пойду там тебе варшаву и прочее Тебе просто лолис по ушам ездит, чтобы вынести соперника Ты больше, ты развивайся и Майя тоже будет развиваться Да смотри, это Египет сидит в углу, хрен пойми В каком углу? Я у вас, я у вас на виду прямо тут сижу, в каком углу? Да у кого-то, ну, да, поляк, который отстал город, потерял, вот он один будет воевать с тобой, отлично Я не буду с ним воевать, я готов с ним договориться до какого угодно хода не воевать Блин, просто надо было там поставить город и его Эти города, вот которые тут стояло, оттуда он мог на меня спокойно нападать А так у нас тут холмы теперь между нами, горы Меня вполне устраивает Ну, ещё мне не имею в виду Ну, буду иметь в виду Чуть что ты меня знаешь Я про то, что готов армию всё-таки Не тебе говори, я готов тебе все города его отдать Проблема, что я просяду Ну, сожжешь его Это рассказы, знаешь, что вы, чисто, чтобы соперника вынести нельзя С Майя нападен его, Майя легче, а мне слишком Да и он не столь мне далеко, поэтому Не, ну зачем я буду придумывать Обалдеть, я главное, я главное Майя помогал там, а ещё напасть на меня Майя, кстати, да, у тебя город или Франтина, прямо под тобой, порядочком То есть, тебе и она нормально зайдёт Просто мне смысл, мне мало забирать те города, которые Выбирайте вас в Олес подначивает чисто, знаете, чтобы Вынести соперника вашими руками, чтобы самому нападать один на один В смысле, а что, вашими руками Мне зачем один на один с кем, хрен пойми с кем Ну, потому что, чтобы ты вырвался вперёд по развитию Я не вырваюсь вперёд по развитию, если возьму твои города Потому что, ни хрен пойми где, я их защищать не смогу И я, тупо, дорогу построить не смогу Все это будет очень дорого Это глупо, а всё сжигать, вставлять одну столицу тоже, как это сомнительный план При этом придётся куча молотков слить Если мы втроём, вдвоём нападём, то игра быстрее пойдёт И соперник, который фиг пойми где Получится То есть, его либо ослабим, либо вынесем Я нахожусь посередине, то есть, вы можете со мной вдвоём воевать, например, то есть, и... Ну, как я нахожусь, хрен пойми где, если я граничу из Польши, из Майя? Что это за... Находится, хрен пойми где Спасибо Нападали 5 4 4 5 6 5 Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, если ты проигнорируешь, ты не будешь воевать с Египтом, я нападу на тебя. Ниндзя, я тебе сразу помогу, у меня куча армии, я и так валюю. Ниндзя, я тебе... Нет, я не через джунгель, я просто подарю армию ниндзя. Ниндзя, я же тебе предлагал сразу. Нет, ради бога, дари. То есть ты Краков и Бротслав автоматически теряешь, то есть ты сам думаешь, что тебе выгодно. Ну я на Шанхай нападаю, тогда ниндзя. Нападай, слушай. Ты сам видел Шанхай, пусть он нападает и двумя юнитами Дэхцибуна. Да? Даже против крепостей? Ты нашел, кому угрожать крепостями. Ну ты же нападать на ниндзя будешь. Я ему сказал условия, при которых я не буду нападать. И я им дал выбор, что ему выгоднее. Терять развитие, строя армию против Египта, или терять развитие воюю против меня, которая вплотную. У меня всего четыре города. И сам подумаю, как я выйти. То есть моя арба, она быстро по времени проходит. Да, интересно. Нет, естественно, одну войну с этим, с Египтом. Не, если бы я вынес, например, моя, я не спорю, я бы... После таких нестерых гроба, до конца не вынес. Да не получится мне его продавить, понимаешь, там очень плохо все. Я напал, чтобы остановить. И уж если у него совсем не было армии, я бы его забрал, а так... Это чисто... Ну ты не разведал там, короче, это... Это не территория для войны. Я тут даже погребить не могу. А помните начало игры, когда Лолис говорил, не, я тут, наверное, вообще воевать не буду? Не, ну, кто же знал, я тебе говорил, что я никого не нашел, а потом оказалось, например, майя, который, блин, пятиклеток, шестиклеток от моей столицы, его столица. Ханс Христиан Андерсон. Нет, мне чего в домике играть, если я в домике проиграю, я проиграю. Вон, Гиза еще появилась. Так что, имею в виду, Гиза прям вообще вплотную к тебе. То есть, если вы просто так оставите, но рано или поздно она вынесет тебя. В смысле, это вплотную... Не, подожди, ниндзя. Это город защиты от Китая, причем тут ты. Он стоит как раз против Шанхая, и я планирую из Гизы фигачить крепости в сторону Шанхая. Шанхая, как он вообще к тебе относится? Шанхая, как он вообще к тебе относится? Шанхая, как он вообще к тебе относится? Шанхая, как он поиграю. Следить за ниндзей Да, я, к сожалению, не так уж сильно лидирую Лаки Да Слева чеченицы в пяти клетках, ровно слева, руины Блин, это идти надо Тут все так плотненько Отдам рабочего Слушайте альтс Слушайте альтс Слушайте альтс Слушайте, Килюша, объясняю, я пока больше китайцы боюсь, чем тебя Поэтому пока я думала Ну и опять же думаю, что ниндзя может и объявить мне войну, но сильно воевать со мной не будет То есть Так Как-то так Что ты думаешь, я по всем характеристикам Третий и четвертый Сам подумаю У меня вот сейчас только появился пятый город, который, блин, в снегах и в тундре Ну, особенно без холмов У меня, как-бы, на лейтгейм так себе города Ну, вот, как-бы, Лолис и объяснил, что он хочет сейчас себе получить преимущество Потому что у него на лейтгейм плохие города А тебе, ниндзя, по-моему, есть возможность развиваться, сидеть спокойно У тебя и лодь, кстати, нормально поставлена, между прочим Мрамор там и оленей, будешь морские караваны пускать Собственно, то же самое касается и Майя А мы тут два волевика воюем Я тебе даю десять ходов подумать Окей, давай я десять ходов подумаю Десять ходов я просто тебе объявляю войну Если ты не объявляешь войну Египту, я не вижу твоих действий Я просто открытую границу возьму, и я буду смотреть, как ты там воюешь То есть просто... просто делать вид не получится Блин Гена У тебя же целолис? Волис Волис Я просто не знаю, ну блин, я в страну военокии, я повоюю, но при этом, знаешь, не прозывается Поэтому, ну, тут такое щекотливое немножко решение будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Окей, я десять, через десять ходов на суток ходайте дам ответ Нет Вот, вовсе остраивает это Волис Ты здесь? Алло меня слышно так что тут было пока я отходил я вообще вас не слышу а меня слышно кто-то там еще войну объявил бан за конга надеюсь рыцарей клепать выйти в сил сервис блин у меня тут всем в м.п. что за подстава мне кажется что дискорд лагает почему-то мне голосовая связь ушла на две полоски желтенькой знаете нормально слышу сейчас перезошел но я вас плохо слышу сейчас включу нормально стало блин а что-то мы моих скажем 28 да слушает она один процент последний отстает так что я по науке не отрываюсь пока 27 у египта меня 28 серьезно мы вообще как-то тут все блин грустно промки вообще нет места блин чекучные блин и Ну, блин, ладно, пускай туда куда-то бежит. Да, но против чекану будет сложно, конечно, к сожалению. Продолжение следует... 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 Я бы даже, если возможно, напевал бы слушать Я от них такой бы минус ушел бы Чего? Воевал бы с Лешей, но что? Минус бы у нас столько сильно не ушел Слушай, ну ты совсем уже настолько вяло говоришь, вообще непонятно ничего Меня вообще не слышно Ну слышно, но как-то очень тихо это все Откровенно Нет Олег, ты армию не строишь? Строи А чего она не увеличивается? Ну, через два хода ты не видишь Леш, война, бери Ниндзя, не поддавайся на провокации Мы же с тобой говорили, что я на сотом решу Ловишь Он решил форсировать, видимо, события Да ты не бойся, вся армия тут у меня Я не знаю, кем он там пытается Он просто тебя кошмарит У него вся армия под Шанхаем Ну, это ты так думаешь Моя армия в трех разных местах У меня даже под этим Мэй осталось Случай Так, надо сажать в святыне Потом, когда я закрою Набожность Святыни будет норма Так, а чего мне не хватает для нацколледжа? Где нету? Элефантина, Александрея, Пирамзес и Гиза Моя, мне нужен твой сахар Один на один, мясо будешь? Ай, я больше Поляк, мне нужны твои трюфели Будешь меняться? Ни, сколько Одни? Наверное Ты не меняешь с ним Мне Моя, я забыл Моя, где мой? Я сейчас обработаю, да Моя, ты да, что не посольство? Я вообще видел всю картину Ой, ты заодно Посмотришь, где я Моя О, блин, ну что, у вас все столь не на воде, что ли, у всех? Ну да Ёлки-палки Готовься Ёлки-палки Че-то я погорячился тут с этими двумя городами на воде Ой, да кому ты нужен, Моя? Кому эти твои города на воде будут нужны? Ну, текаль, да, вообще, такой бестолковенький, блин Образование никто еще не отклеил О, блин О, dimHere О, К費ун Удя О, 3 С� О, Кертв Продолжение следует... 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 Я уже воюю с ним... Ниндзя... Продолжение следует... 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 Ну, возвращайся. В чем проблема? Ты мне открытую границу дает. Почему не даешь мне открытую границу? Объясни. Вот. Почему? Блин, нельзя. Ну, мы же уже договорились воевать. Я не понимаю, что сейчас начинается. Главное, воюю с китайцем. Ты как-то непоследовательно действуешь. Он, понимаешь, с тобой постоянно с позиции силы говорит. Давай, объяви войну, иначе я тебе объявлю войну. А что, он хочет отсидеться, что ли, чтобы я воевал за него, и потом он выиграл, тупо в традицию. Зачем мне это делать? Я, например, не угрожаю поляку, типа, иди, напади на Китай. Что я тут с ним один воюю. Ты угрожаешь? У тебя шесть городов. Давай посчитаем. У меня пять, но хреново. И у меня, считай, два нормального города. И если тупо так посчитать, то выйти, а мне делать нечего. Я не очень понимаю. Я тебе спросил, зачем ты угрожаешь, ниндзя? Я говорю, ниндзя, не надо с ним сказать, что он тебе угрожает постоянно. Это еще так же было? Ты мне рассказаешь о том, сколько у тебя городов. Какая разница, сколько у тебя городов. Это твоя игра. Ну, я и говорю, мне ниндзя. Я ниндзя говорю о том, что человек тебе угрожает, ты просто идешь у него на поводу постоянно. Не на поводу. Я просто объясняю, почему я ему так говорю. Ниндзя, мне лучше тебе юниты дарить или самому воевать? А что это за юниты? На поводу... Ну вот, коляски в данном случае. Понимаешь, он вообще даже в арбу не ушел. Я уже в арбе. Я уже в арбе. Я уже строю везде арбалеты. После образования. Отлично. После образования. Я не выходил в образование. Я не выходил в образование. Позабрать его. больше всех производства, естественно. Больше всех городов, вы те, что ли, они меньше будут давать, что ли? Так же будут давать. Борис, я просто бы не открывал себя на легшем опасности. Так давай, давай, в чем проблема? Да, Ниндзя, непонятно вообще. Дай мне открытые границы, и пойдем сносить его, хотя бы несколько городов. Мне пофигу, можно их сжечь, можно их чего, мне главное наслабить его. Я тоже согласен, что Алешу надо ослабить. На самом деле, в такой ситуации я тоже согласен, что меня надо ослабить. Ну, тут без вариантов, надо на меня нападать. Но я еще попробую подипломатить. Ниндзя, у меня столько... Ну, блин, ты посмотри, что я отстаю, что по производству на первом месте. Я последнее место опережаю всего на 30 молотков. Это потому, что у Майя... Сколько у него так городов-то? Три города! Правильно, у него три города, а у меня 6 городов. Естественно, всего на 30... Это даже... Это даже не в количество. Это не в два раза. Не в полтора даже раза. Это математика. Хорошая математика, говорит. 30 молотков, да, последний. Посмотри, сколько у меня городов, и сколько у Майя городов. Посмотри, сколько ты, Ниндзя, например, отстаешь по производству. Сильно ты отстаешь? Нет. А тебя пытается заставить китаец... В смысле? Какая разница, как сейчас. Потом я говорю. Лэй, главное, Лэй. Сейчас вообще пофигу, кто как идет. Чтобы у Майя сейчас нормально, тупо из того, что у него мастерские построены уже все. Потом он отстанет. И у меня мастерские построены. Да, на самом деле, такое щекотливое момент. Да, понимаешь, с Майя, ты можешь быть что-то... Да, блин, Ниндзя, ты только что с ним замирился на 10, 10 ходов. Просто не объявляй мне войну. Он тебе не может 10 ходов, ничего сделать. А я с ним воюю дальше. Я могу его генералами продавить. Да, очень интересно. То есть я с тобой воюю, ты будешь тратить генералы на ниндзю чисто тупо, да? Так себе угрозы. Не, если просто ниндзя такую фигню сделает, то почему бы и нет? Да, видишь, ниндзя, он просто тебя шантажирует тем, что он будет тупо миш... В смысле, я ему просто... Тебе гадить игру будет. Я ему стимулирую. При том, что ты, напав на меня, тоже ничего не получишь и при этом еще в развитие упадешь. Он ослабит одного соседа, который выйти его будет напрягать. Это разве не выгодно? Это выгодно всем. Ну, это и тут еще вопрос, ослабит ли он соседа. Так, 16. Если мы сейчас что-нибудь сделаем с тобой, то, конечно, ослабит. Разве нет? 21, а тут 20. У меня вся армия из колясок состоит, так что вообще прям это... Это то, что ты видишь. То есть, ты хочешь сказать, что вся моя армия на 63 тысячи состоит из колясок? Ну... Хрен. Я вижу, что я первый по армии. Ну, я вижу, что я первый по армии. Ну и вот, против двух армий будешь воевать в своей одной армии. Вполне нормальная война. Виндзи, он тебя будет продавливать с генералами, я тебе точно так же этих генералов буду давать, использовать. Сдался мне, Виндзи. Ну вот именно. Че он тебе сдался-то? Виндзи, не сдавайся. Где ты, видно, на него вот нападаешь, китайцы, вылез. Ну, я снизу еду. Снизу. Я не пойду же через свои города. Я не имею возможности нападать сразу на два-варно. Ну, окей, давай половых сожжем. в принципе отомстить за плоть надо. Мозг от ситуации. ух, народ, религию-то ясно. ух, я сейчас. Ух, я сейчас. Эх, все-таки не получилось убедить. Ну, тут слишком, слишком против меня демографии играет. действительно очень, у меня тут очень неплохое развитие. И абсолютно, собственно, правомерно в данном случае меня притормаживает. Единственное, что я надеюсь, что, может, майя ударит потом. ну, понимаете, вот в данный момент воевать против китайских чикану никому не охота. Мне тем более. И вот то, что еще и китаец подбил, ну, блин, как подбил? Ниндзя все прекрасно видит сам. Тут, блин, надо нападать на меня. Ну, я буду сопротивляться. Так. Так. На этом пока все. Продолжение игры завтра или через день. Надеюсь, загрузится быстро. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.